Как распознать полезные дела? Тогда как неуместно совершенное может приносить подлинный вред и разорение. Как же определить эти достойные дела? Конечно же, на них указывает сам Господь. И мы называем заповедями Божьими, Его указаниями, что надлежит делать, а от чего надлежит отметаться. Несомненно, Богом указываемые дела, ищите Царство Небесное, правда Его, благонадежное. Благонадежны те дела, о чистоте и потребности которых свидетельствует нам совесть. Она именуется голосом Божьим в душе человека. Потому что если ты прежде какого-либо действия испытываешь совесть свою и спрашиваешь благословения Божьего у священника ли, либо к Богу обращаясь, говоришь, благослови Господи то или другое служение мое, совершить то или иное путешествие или предпринять те или иные действия, то, конечно, сердце при этом отзывается благостно, и твоя совесть не обременяется каким-то недобрым замыслом, то это добрый признак того, что дело будет полезно, если внутренне у Бога, либо внешне у священника, да и одно другому не мешает, и спрашивается на дело благословения. Но как все-таки обобщить вот этот положительный опыт добрых дел? Он называется в церковной практике добродетелью, и причиной добродетеля является истинная вера человека. Дело в том, что обращение внутренних очей сердечных к подлинному источнику благ делает человека добродетельным. Его дела, совершенные под знаком вечности, с чувством вездеприсутствия Бога, когда дела посвящены тому, кто невидимо, но могущественно правит миром, те дела и становятся подлинно добродетельными. Таким образом, бесконечно важно не то, что, не только то, что мы делаем, не только то, как мы делаем, но то, для чего мы делаем, во имя чего, в связи с какими мотивами мы совершаем то или иное действие. И тогда, если они посвящены Богу, если они пред очами Божьими нами совершаются, они приобретают вот эту самую замечательную полезность. А, напротив, иногда великие замыслы, рождающиеся в голове самолюбивой, лишенной царя в голове, оказываются причиной больших неустройств. Потому и говорится в народе благими намерениями, дорога в ад вымощена. Человек, не кающийся человек, не ищущий Бога и служение ему, при своих замыслах осчастливит человечество, формирует такие опасные для самого себя и других конструкции и осуществляет такие безрассудные дела, иногда огромные и по своему масштабу великие, но вредные и разрушительные. Мы это не раз видим и в истории народов, и в истории отдельных людей. Потому будем совершать дела свои в Боге и ради Бога, будем укрепляться в вере в Него, и тогда все, что творим, все, что совершаем, будет воистину добродетельно и на пользу нам и ближним.